Сейчас мы находимся на стадионе грибных видов спорта. Объект расположился практически в самом центре Казани, но добраться сюда весьма проблематично. Последняя остановка общественного транспорта расположена в двух километрах отсюда. Тем не менее, среди местных жителей и гостей Казани этот стадион пользуется большой популярностью. Сюда приходят не только поболеть за спортсменов, но и просто отдохнуть. Мы сюда приехали не отдыхать, а работать и следить за тем, как выступают саратовские спортсмены. Кстати, Казанская вода стала успешной для наших атлетов. Здесь золото завоевала Оксана Стрелкова в академической гребле. Ну и шанс пополнить копилку медалей предоставился Николаю Червову и Наталье Лобовой. Ну уровень неплохой, то есть я надеюсь, что все будет хорошо, потому что все равно мы всегда настраиваемся. Любой спортсмен будет настраиваться на лучший результат, поэтому загадывать мы не загадываем, но отработать, я так думаю, что мы должны, ну, в полную силу на то, что мы сейчас готовы. Еще одну золотую медаль в общую копилку сборной России принес саратовец Николай Червов. На дистанции тысячи метров в байдарке четверки ребята не было равных. Они опередили поляков, белорусов и венгров. Уже до старта хотелось верить, что мы никому медаль, ну, по малой мере не отдадим. Конечно, настраивались на золотую медаль. А поняли, ну, может быть, последний метров сто, когда уже вроде бы почувствовали, что кто-то догоняет, а потом уже почувствовали, что вроде бы выровнялись и по силам уже никому не уступим, никому не проиграем. До завершения универсиада осталось всего два дня, но у саратовских спортсменов еще есть шанс проявить себя и завоевать медали как в командных видах спорта, так и в индивидуальных. Павел Фитилев, Станислав Ивашенко, Новости, Телеобъектив.